Сегодня Бердский городской суд определил меру пресечения троим руководителям, которые обвиняются в превышении должностных полномочий и пособничестве в превышении должностных полномочий. Напомним, что вчера сотрудники Следственного комитета провели обыски у директора МУПКБУ Александра Кожина и его предполагаемых подельников, а директора ЗАО Международный комплекс «Сибиряк» Владимира Даненкова и руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий города Бердска Сергея Оленича. Бердский городской суд принял решение освободить под подписку о невыезде директора МУПКБУ Александра Кожина. Двое других фигурантов дела Владимир Даненков и Сергей Оленич остались под стражей до 26 мая. По данным следствия, еще в 2006 году директор Международного комплекса «Сибиряк» Владимир Даненков заключил с Бердским водоканалом договор на отпуск питьевой воды и обязался ежемесячно оплачивать его согласно приборам учета. В сентябре 2017 года сотрудники МУПКБУ, правоприемника Бердского водоканала, выявили факты незаконного подключения «Сибиряка» к водопроводу. Выходило, что «Сибиряк» задолжал за воду более 170 миллионов рублей. Владимир Даненков, не желая погашать задолженность, через руководителя одного из бердских муниципальных унитарных предприятий Сергея Оленича попросил директора КБУ Александра Кожина снизить сумму долга до 380 тысяч. В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело, и в зависимости от роли каждого они подозреваются в превышении должностных полномочий и пособничестве в превышении должностных полномочий.